всем добрый вечер пожалуйста напишите как меня видно как меня слышно видно ли меня слышно ли меня здравствуйте так жду ваше подтверждение что видно слышно благодарю за ваши сердечки хорошо все супер отлично давайте сразу начнем а если мне кто-то подскажет как сколько обычно человек бывает в эфире я тогда более-менее сориентируюсь сколько мы с вами можем поболтать на отвлеченные темы напишите пожалуйста видно и слышно благодарю меня зовут ирина петрова я фото фотограф и поставьте пожалуйста плюсики кто меня знает вот еще поставьте нолики у кого проблемы с фотографией у кого проблемы разные разные с фотографией кто-то не знает что снять кто-то не знает как снять поэтому плюсики кто меня знает нолики кто у кого беда с фотографией вот давайте так так жду жду ваши Отклики. Угу, вижу. Так, нолики пошли, плюсики, значит, вы меня не знаете. Ну что, раз ставите нолики, значит, сегодня эфир будет полезный. Так, ага, вижу плюсики, вижу, кто меня знает. Так, отлично, супер. Три ноля даже. Ясно всё с вами. Итак, я фуд-фотограф, Ирина Петрова фуд-фотограф. Мой аккаунт называется FrauFoodFoto. Давайте я сразу напишу, чтобы нам потом с вами не отвлекаться на... Так, на... Благодарю за ваши сердечки, FrauFoodFoto. Чтобы нам не отвлекаться на... Так, ой, теперь же надо закрепить. Прикрепить комментарий. Всё. Я прикрепила название своего аккаунта, и я обучаю кондитеров фотографии. Моя задача... Такая амбициозная задача, чтобы ваши фотографии были уровня Кока-Колы, рекламы Кока-Колы. И сегодня мы с вами поговорим о фотографиях пряников, которые помогут вам разнообразить ваш аккаунт и, возможно, дадут вам дополнительные продажи. По крайней мере, если бы я была вашим клиентом, то однозначно я бы воспользовалась таким предложением, ну, о котором сегодня поговорим. А заодно и вы мне расскажете, есть ли у вас подобный ассортимент. Теперь у меня к вам следующий вопрос. Кто умеет, кто работает с Пинтерестом? Поставьте, пожалуйста, десяточки. Или напишите просто «Работаю с Пинтерестом». Если вы не работаете с Пинтерестом, то напишите, пожалуйста, где вы ищете идеи. Ну, возможно, вы пользуетесь какими-то более продвинутыми платформами. Вот. Напишите, где вы ищете идеи для своих фотографий. Возможно, кто-то генерит их из головы просто тоннами, и у него нет необходимости искать где-то вдохновение. Вот. Поэтому жду ваши десяточки. Кто работает с Пинтерестом? Или пишите словами «Работаю с Пинтерестом». Кто не работает с Пинтерестом, но ищет идеи в других местах, пишите. Так, десяточки. Молодцы. Уже хорошо. Десяточки. Супер. Значит, у нас с вами не будет необходимости «Нолики, не работ». Или «Нолики» – это еще на первый ответ, на первый вопрос. Значит, мы с вами не будем тратить время, что такое Пинтерест, на вопросы, да, с чем его едят и так далее. Я вам сразу показываю, что я для вас подготовила. Дальше в целом покажу, какие у меня доски подготовлены. Потому что вы же не только занимаетесь пряниками, да, судя вот по вашим названиям, у вас здесь и торты есть и так далее. Я на Пинтересте для своих подписчиков нахожу массу фотографий и разделяю их на папочки. Сегодня я вам покажу эти папочки. Для тортоделов про торты, для пряничников про пряники, про кексы, про капкейки, про мармелад, про шоколад. В общем, все вот эти темы у меня распределены по доскам. И вы можете просто заходить на мой Пинтерест и пользоваться этим материалом. Я, когда нахожу фотографию достойную того, чтобы ее взять вдохновение, всегда ее добавляю в соответствующую папочку. И мои подписчики постоянные там всегда пасутся и пользуются этими моими наработками. Но, естественно, я вам очень рекомендую иметь свои доски на Пинтересте и подкапливать туда идеи, которые вам понравились. За свои идеи, ну, за свои доски, извините, я сразу ручаюсь, что там фотографии достойны не только как вдохновение, но и достойны для повторения, для подражания. Потому что я, как фотограф, обязательно расцениваю эти кадры по качеству композиции, по качеству света, по качеству подбора реквизита. Весь этот анализ я делаю, прежде чем их добавить в доски, которыми пользуются мои подписчики, ну, и все желающие, даже если вы мои не подписчики, можете тоже пользоваться. Вот. И сейчас мы с вами проведем эксперимент. Теперь вопрос к тем, кто пользуется Пинтерестом. На каком языке вы формируете поисковое слово? Как вы ищите, напишите мне, пожалуйста, как вы ищите фотографии, ну, на нужную вам тему. Вот. А я пока жду ваши ответы. Сейчас переверну экран, и мы с вами начинаем работать. Так. Вот так. Ой, меня даже там видно. Угу. Так, сейчас я настроюсь, чтобы было видно. На русском. Русский. Угу. Так, сейчас, девочки, подождите, я соображу, как мне... Так, не гасни, пожалуйста, нам с тобой работать. О, научилась. Ой, у меня не очень удобный штатив сегодня. Так, сейчас вот так вот сделаем. Сейчас, подождите, девочки. Или мне повыше там поднять. На русском. Ясно. Хорошо. Придется, видимо, держать в руках. Ну, что, буду держать в руках. Итак, Пинтерест. Если вдруг есть новички, если на русском не нахожу, то, ну, пробую на английском. Понятно. Смотрите, почему я всегда настаиваю, что на Пинтересте нужно искать на английском языке? Потому что все-таки реклама, да, на европейском, на американском рынке более прокаченная, чем у нас в России. Вот. И не от того, что я там топлю за, так сказать, Америку или Европу, а от того, что я считаю, у них больше опыта. Да, вот у нас с вами Пинтерест. Сыночок Пинтереста, если вдруг вы не работаете, сделайте, пожалуйста, скрин, и вам нужно будет обязательно установить вот такое вот приложение для того, чтобы работать с тем, что я вам сегодня покажу. Вот. И очень часто при поиске на русском языке я вижу кучу дилетантских фотографий. Если их брать за примеры, то, к сожалению, вы не будете расти. Естественно, вам нужны фотографии лучшего, самого высокого уровня и самого хорошего качества. Вот. Итак, мы с вами заходим в Пинтерест. Пинтерест, и вот сегодня я хочу провести с вами вот такой вот эксперимент. Так, давайте вот так вот в домашнюю, да. Ну, так как я фудфотограф, да, мне Пинтерест сразу предлагает все подряд. Всевозможные фудфотографии, которые могут меня заинтересовать, потому что здесь интеллектуальный поиск. И мы с вами, и он понимает, что я иду, ищу фотографии, ну, не про одежду, да, а ищу их про еду. Вот он мне предлагает. И теперь давайте проведем эксперимент. Вот я нажимаю поиск, да, и набираю вот джинзербред кукис, да, пряники. Ну, мы сегодня с вами занимаемся пряниками. Вот. И можно вот так вот прокрутить, да, и посмотреть. Сразу хочу обратить ваше внимание, смотрите, я не говорила пряники какого цвета, да, с каким рисунком. Я просто набрала имбирные пряники. И обратите внимание, какое количество, ну, какие пропорции расписных пряников и пряников, ну, вот таких вот коричневеньких, да, без росписи или с минимальной росписью. Напишите мне, пожалуйста, каких больше. Вот я сейчас листаю, вот, и мы с вами смотрим. Тут иногда еще попадаются вот такие вот а-ля кексики, как будто бы, а возможно, это тоже какая-то разновидность пряников. Вот. Ну, в целом по джинджербред кукис можно найти очень достойные фотографии. Напишите, пожалуйста, каких фотографий мы сейчас с вами видим больше, с какими пряниками, с расписными или больше фотографий с нерасписными пряниками. Что вы для себя отмечаете, за что цепляется ваш взгляд. Без росписи больше, согласна. Вот. Поэтому, смотрите, на что хочу обратить внимание. Если в вашем аккаунте будут только расписные пряники, да, то и вы не будете показывать их разными способами. Ну, они условно там у вас всегда будут лежать на столе, да. И у вас, ну, плюс-минус похожие техники росписи, да, наверное, на 80% вашего ассортимента. Если вы со мной где-то не согласны, вы, пожалуйста, пишите. И в результате, в результате ваша лента Инстаграм становится похожей. Вот даже сейчас с пряниками, да, вот мы пролистали несколько раз, да, несколько, ну, так сказать, экранов прошли. И уже все пряники кажутся на одно лицо. И уже кажется, господи, ну, это уже было, и это было, и так далее. И очень часто ошибка, да, без росписи, молодцы. И очень частая ошибка кондитеров, да. Вот давайте, вот, допустим, возьмем расписной пряничек вот такой вот, да, чтобы нам было гарантировано. И поедем за ним, да. Вот, когда ваш клиент заходит в ваш аккаунт, да, и видит вот здесь вот там елки, снежинки, мордашки, да, ну, сейчас вот новогодняя тема вывалилась. Он просто устает уже выбирать. Что оживляет ваш аккаунт? Вашу ленту оживит, естественно, видео, да, оно всегда выглядит отличающимся. И вашу ленту оживит изменение фона, когда фотографии принципиально выглядят по-разному. И, естественно, я вам рекомендую, прежде чем что-то себе сохранять, да, попробовать оценить, а как же это смотрится, как я могу свою ленту разбавить, да. И вот я сейчас смотрю, что разбавило бы мою ленту. Видео, фоны, дальше появление пряников, так сказать, с минималистичной обработкой, чередование пряников коричневых и расписных, таких вот, ну, менее расписных и максимально расписных. Вот это бы сделало бы мою ленту разнообразной. А вот здесь вот, да, пошли все такие вот около кори, белокоричневые, и уже все начинает сливаться. Согласны со мной? Напишите, пожалуйста, согласны ли вы, если похожая роспись, да, даже если она как будто бы разная, для кондитера она принципиально разная, это другая работа и так далее, то для клиента это может выглядеть очень и очень однообразно. И в результате клиент посмотрел, полистал, не знает, что выбрать. Если вот он не фанат, если он не разбирается в каких-то нюансах, а чаще всего клиенты не сильно разбираются, иногда просто не сильно хотят, ну, у них голова о другом болит, то в этом случае, конечно, ваша задача максимально зафиксировать внимание клиента на вашей ленте. Так, жду ваш ответ. Согласны ли вы, что похожие фотографии начинают сливаться, даже если на взгляд кондитера это, ну, принципиально разные пряники? Вот, пока я жду ваш ответ, теперь давайте проведем другой эксперимент. Теперь мы напишем по... Так, а, это мы вот там вот писали, да? Теперь мы заменим надпись на английском языке. Согласны? Угу. Молодцы. Так, теперь мы с вами заменим надпись на английском языке на надпись на русском языке. Ну, вот давайте еще раз посмотрим, да, на фотографии. Посмотрим, какие они разные. Да, как они, вот видите, всякие такие вот появляются, есть фишечки, да? Очень интересные композиции, очень интересные фоны. Вот, есть и интересный реквизит. И, естественно, есть самые разные, ну, фишки построения кадра, да? Здесь пряника нет, но вот такой вот кадр тоже впишется. Извините, что я пальцем, что-то я это... Вот такой вот кадр тоже впишется очень хорошо в ленту пряничника. Вот, ну, собственно говоря, пряничник может по-разному разнообразить свою ленту. Вот, и вот мы с вами посмотрели на поисковую... Поисковый результат для английского запроса. Теперь мы с вами отменяем... Так, отмена. Так, ну нет, не такая отмена. Вот такая отмена. И пишем по-русски имбирные пряники. Вот он мне подсказывает, давай. Написала я по-русски, вот, и пошли фотографии, тоже начинаю проматывать, да? И пошли фотографии. Тут, естественно, больше расписных, потому что, ну, вы все учитесь расписывать пряники. Вы все, естественно, это показываете. Вы каждый раз осваиваете какие-то новые разновидности, новые разновидности, ну, вот, технологии росписи, да? И, естественно, вы всей душой и всем телом приверженцы вот таких вот расписных пряников. Вот, и теперь хочу услышать, как по-вашему, где уровень фотографии выше? Мы, я сейчас не говорю, что там пряники лучше, не дай бог. Ваши пряники абсолютно лучше, потому что столько красивых пряников, сколько у наших российских пряничников, ну, и вот наши, наше русскоговорящее пространство, скажем так, да, все страны СНГ. Вот, насколько они у вас роскошные. Однако, сейчас хочу услышать ваше мнение, как вам с визуалом. Что вы видите? Вот сравните визуал ленты с поисковым словом на русском и визуал ленты с поисковым словом на английском. Ваше мнение, напишите, пожалуйста. Вот тут очень много людей присоединяется, видимо, очень много убегает. Ну, вот кто сидит с самого начала и кто видел предыдущий поиск, пожалуйста, напишите, какие фотографии, на ваш взгляд, более сильные. Так, жду вашу обратную связь. Так, сейчас на всякий случай проверю. Может быть, вы мне отвечали что-то, я там где-то напропускала на предыдущий вопрос. Нет, в основном присоединяйтесь. Так, молчите. Ну, так, ага, торт Дилейла считает, что на русском языке более сильные фотографии. Так, принято. Еще кто что считает? Напишите, пожалуйста. Где крупнее фото и сам пряник. Ну, вы знаете как? Смотрите, в первую очередь все фотографии должны быть разными. Не всегда нужно показывать крупное фото. Опять, ваша задача, ваша задача смотреть глазами клиента на фотографию. Вот, клиент не ставит перед собой целью рассмотреть каждый завиток, рассмотреть каждый завиток на фото. Клиент ставит перед собой цель посмотреть, ага, товар нормальный, да, вот мне подходит, примерно вот такой вот дизайн подходит, да, хочу про девочку или хочу про мальчика, хочу детский и так далее. Вот, ну, к сожалению, к сожалению, вынуждена вас разочаровать, фотографии, которые мы ищем на английском языке, они более сильные. Вот, то, что, кто отвечает мне, что на русском, на русском, при русском поезде фотографии более сильные, это, ну, говорит о том, что вы пока не озадачивались вопросами фотографии, вы пока еще не знаете, какие фотографии технически более эффектные, какие нет. Вот, что я могу сказать на русском языке с фотографиями? Первое, это вечная беда с композицией, да, вот какая-то вечная каша мала, человек строил, строил там кадр, показывал, показывал, да. Я, когда вижу это фото, я вообще не могу понять, что мне человек сказал. Это фото не процесса, не продажи, это очередная каша мала. И вот, к сожалению, если вы начнете ориентироваться на такие кадры, да, вечная проблема со светом, когда тени такие жуткие, что ты начинаешь теряться даже вот на сколько это фото. Оно светлое, летнее, какое-то приятное, или это фото, сделанное где-то там в полутемной комнате. Вот, где вот там вот крупное было, была идея, был вопрос, что там, где крупно, там как раз был крупный, сейчас, 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 да. Это очень часто руки изуродованы этой фотографией, ну, потому что, когда вот торчит вот такой вот один пальцик, колбаса, да, он вообще ни разу не красит ваш кадр, поверьте мне. Вот, ощущение, что это вообще рука инвалида, без пальцев. Вот. Беда традиционная с упаковкой. Когда с одной стороны хочется показать с упаковкой, с другой стороны выглядит это, ну, часто очень-очень непонятно. Вот. Поэтому очень-очень вас прошу. Постоянная беда с ракурсом. Вот это вот желание все посыпать, да, как будто бы показать процесс, опять же, выглядит не естественной, такой вот рассыпушечкой, да, на столе, которая возникает. А чаще выглядит неопрятно, чем вот такая вот естественная роспись. Очень часто совершенно непонятный подбор реквизита. Ну, например, да, здесь вот мы понимаем, что здесь заводили тесто, это показан продукт, да. Здесь, ну, вот эта вот медовая, да, штучка, она показывает, что мед. Вот. Вот. И корица в результате, да, корица упакованная, как будто бы для другого кадра, как будто бы для новогоднего кадра, для, ну, когда вот она где-то там будет подвешена и так далее. Очень часто разброс идет в реквизите. Вот. Вот такие вот ошибки очень часто, когда получается, тут плитка, тут дерево, тут пластик, тут еще жестокий засвет, вообще непонятно, что за беленькие штукины в кадре. Вот. Поэтому мой вам совет, обязательно для подражания, ищите кадры с англоязычным поиском. И никогда не переходите на русскоязычный поиск. Мы, у меня студенты, некоторые выпускники моего курса вообще переходят в VPN, чтобы даже не подмешивались кадры нашего русскоязычного пространства, чтобы уходить сразу туда. Те кадры, которые мы с вами искали на английском языке, давайте опять в Jinxer Bread. Как написать по-английски? Зайти просто в переводчик, в переводчик и найти русское, вот оно, набрать по-русски, да, и взять английскую, прямо скопировать английский перевод. Вот. Обязательно лучше поищите подольше, поищите подольше, но найдите пряники примерно в ваших цветах, да, и похожие по форме, и посмотрите, как их фотографируют на англоязычном пространстве. Вот. Сейчас покажу, как работать. Но все-таки, вот вы, допустим, нашли одну фотку и говорите, а дальше-то что? Сейчас я вам покажу, где-нибудь сейчас найдем расписной пряничек. Вот. Хорошо такой расписной. И я вам покажу, как искать похожие фотографии. Кто умеет искать похожие фотографии, пожалуйста, напишите. Вот. Ну, вот, допустим, да, пряники расписаны прямо вот таким вот ажуром. Совершенно невероятная тонкая работа. Смотрите, мы ткнули на этот пряник. Мы можем посмотреть уже под ним, да, и у вас будут прянички все расписанные вот этими кружевами невероятными. Вот. Вы можете сразу посмотреть, как их выкладывают, какие фоны для них используют. Дальше, допустим, вы можете проанализировать. Вот тут бордовые сочетаются с коричневым и лежат на таком вот серо-бежевом фоне. Дальше вы можете посмотреть. Интересно, а как коричневые показывают? Вот, допустим, фон доски. Дальше. Вот, допустим, голубая роспись, да, опять же смотрите. Ну, тут вот пошли русские, фон тут поплыл. Вот. Ну, собственно говоря, я сначала обращаю внимание, потом смотрю, откуда фотография. Дальше. Второй момент, как вы можете найти похожий кадр. Вы можете нажать вот тут вот на лупу. Вот. И вам предлагают, как вы хотите поработать. Вы хотите поработать со всем кадром. Тогда вы растягиваете эту рамочку. И он вам начинает предлагать визуальный поиск. То, что он считал с рамочки. Если вы хотите найти только один элемент. Ну, вот, например, вы хотите только одно сердечко. Вот таким вот образом. Вам нужно только одно сердечко, потому что у вас очень сложный пряник. И вы хотите посмотреть, как пряники в одиночку фотографируют. Вот у вас начинает появляться под ваш запрос прянички уже с одним сердечком. Здесь уже у вас уходит на второй план ваш запрос на русском или на английском языке. Но вы сужаете зону поиска. И у вас начинают выпрыгивать похожие пряники. Опять же, следите, кто мои подписчики уже знают все ошибки. Кто не знает, какие ошибки бывают в фотографии. Приходите ко мне первого числа на вебинар. Будем разбирать ошибки в фотографии. И обязательно посмотрите мой последний прямой эфир. Я там прямо показывала самые простые ошибки, как вы можете исправить. Вот смотрите, вот тут вот кадр. Вроде бы пряники шикарные. Блюдо неплохо подобрано. Но с фотографией ровно таким образом, что тут беда с ракурсом, что пряники начинают съезжать вниз. Вот. Каким образом можно проверить, что пряники будут съезжать вниз? Смотрите, вот здесь вот ширина блюда, да, почти от края до края в кадре. А здесь ширина блюда уменьшилась. То есть человек снял под углом вот это блюдо. И ощущение возникает, что пряники падают на землю. Вот здесь вот то, о чем я говорила, да, когда рука превращается в некое подобие чего-то там странного. Руку нельзя никогда резать по суставам. Вот. И рука должна быть рукой. Очень много таких положений руки, когда рука смотрится уродливо. Обратите внимание, опять же, на кадры, на рекламу по телевизору, где-то в каких-то красивых журналах, как показывают руки. Вот вы никогда не увидите вот таких вот два торчащих, да, как, опять же, получается, как клешня пальца, который держит этот пряник. Вот все эти ошибки, это, конечно, беда начинающих фотографов. Вот. Вот здесь вот видите, как рука обрублена. Тоже некрасиво. Идея хорошая, да, идея отличная. Вот автор выкладывает свой пряничек в, ну, поле съемки. Но то, как он обрубил руку, лучше бы он убрал елки, да, и оставил руку. Потому что в данном случае главный герой, вот эта вот рука подающая. Ну, и следующий момент, на что хочу обратить внимание, давайте опять уйдем назад, уйдем назад. У пряников, которые с минимумом росписи, с минимумом росписи, гораздо больше идей для фотографии. Потому что эти пряники чаще всего, ну, ничем не обязаны. То есть тут не нарисованы ни девочки, ни мальчики, ни надписи, да. Здесь есть узор, который, в принципе, такой вот универсальный на всех пряниках. Если у вас там, допустим, шапочка, палочка, да, Дед Мороз будут, то вы тут уже должны думать, как их разложить, как их повертеть и так далее. А когда у вас пряники просто с узором, да, от скалки, тогда они гораздо более мобильные для фотографий. Вот посмотрите, какая роскошная идея. Если бы у вас были прянички с какими-то персонажами, то вы бы не смогли так снять кадр, да. А с пряничками, которые с помощью скалки сделаны, вы можете снять такие кадры и определиться, каким образом вы сделаете разнообразную ленту. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Я вообще надеюсь, что вы там сидите с ручками и с тетрадами и записываете полезные всякие разные вещи. Что вам нужно набрать на двух языках в поисковой строке название вашего продукта. Это могут быть не обязательно пряники. Если вы допустим тортодел, да, пожалуйста, набирайте торт. Вот. И сравните, пожалуйста, насколько разнится поисковый результат на русском языке и разнится на английском языке. Дальше. Обязательно подберите для себя 10 вариантов, каких-то вариантов универсальных фотографий, которые вы сможете повторить и разнообразить свою ленту. Вот, пожалуйста, да. Еще чем мне нравятся пряники, ну, вот, которые без, так сказать, персонажной, да, составляющей. Их можно фотографировать гладкими, их можно сфотографировать, вот, с оформлением, да, с шоколада. Дальше. Их можно, вот, из них сделать можно какие-то наборы в виде веночков, например, здесь. Их можно складывать в различные коробочки, да, и они не будут, мы сейчас дойдем до коробочек, они не будут отвлекать внимание, не будут, так сказать, делать непонятным ваш набор. Потому что, когда у вас набор, вы всегда стараетесь показать все, чтобы у вас была и шапочка, и Дед Мороз считывался, да, вот здесь вот был комментарий, когда пряник показан крупно. А вот, ну, вот, допустим, я покупатель, да, вот новогодний домик. Вот мне не принципиально, сколько здесь сделано завитков. Меня интересует домик, да, и впишется ли, допустим, да, он в мой, там, в мою идею, для чего я его покупаю. Как подарок, как украшение, да, как какая-то интерьерная игрушка. Меня гораздо больше интересует внешний вид, да, и, например, вот в этом вот прянике, меня бы смутило то, что очень белый-белый цвет, да, и такой резкий переход идет от коричневого к белому. То есть пряник будет выделяться, он скорее выделится, чем впишется в какую-то мою задуманную картинку. Вот. И для меня не принципиально рассмотреть там каждую вашу точечку. Вы, глядя на свои фотографии как кондитер, а не как покупатель, вам кажется, все, у меня 185-я точечка не видна, трагедия, катастрофа. Нет, не трагедия, катастрофа, потому что вашему клиенту вообще все равно. Ну, 100 точечек у вас или 180. Вот, пожалуйста, да, идея показать ваши пряники-украшалочки. Ведь тут пряники как будто бы даже вот на втором месте, тут на первом месте новогодняя сервировка стола. Это главная идея пряника. И вы можете вот таким вот образом показать прянички, вы можете их предложить тому, кто выпускает капкейки, вы можете их предложить тому, у кого придет компания, он хочет выпендриться, сделать что-то необычное на новогоднем столе. Вы это можете все предлагать. И не обязательно фотографировать крупным планом, да, вот у меня мышка, допустим. Не обязательно вот так вот, да, и говорить, смотрите, какая у меня мышка, смотрите, какая у меня мышка. Мне достаточно видеть, что компьютер у меня с клавиатурой и с мышкой, да. Все, я верю, Ирина, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Вот, я верю, что у этого компьютера есть и мышка, и клавиатура. Не надо мне каждую в нос показывать, как будто я слабовидящая. Точно так же с вашими пряниками. Покажите историю, покажите эмоцию и не зацикливайтесь на том, что это должно быть крупным планом, как будто вы показываете через лупу. Вот, дальше, следующий момент. Когда вы показываете процесс, это всегда вызывает доверие у зрителя, как вы это все печете, как у вас это все получается, и даже как выглядит ваша кухня, и даже то, что вы в кителе работаете, в перчатках, это все вызывает доверие к вам, как к, вот, хорошее, да, очень фото, как к эксперту. Очень многие стесняются появляться в своем аккаунте, да, но когда вот я вижу руки, я понимаю, что это тот человек, который делает этот пряник, это его руки, вот, и посмотрите, какой он аккуратненький, да, он в кителе, и все у него хорошо, нежели будут только крупным планом пряники, да, ну вот крупный план, и непонятно, где их взяли, может, их вообще где-нибудь купили и в ней перепродали. Поэтому обязательно показывайте процесс. Вот, пожалуйста, отличный кадр, да, тут тоже пряники, в принципе, да, не крупно показаны, но это чаепитие с пряниками, причем тут вот так вот еще, да, это чаепитие с хорошим настроением, вы продаете человеку хорошее настроение, а не купи мой пряник, да, вот, создай для себя хорошее настроение. Вот эта вот возможность продать эмоцию гораздо лучше продает, нежели конкретно, да, у меня на прянике белый цвет, у меня тут медвежонок, у меня тут звездочка, у меня тут снежинка, да мне все равно, если я хочу пить чай, я могу съесть и ежика, и снежинку, вот. Вот, а вот, вот это вот все генеалогическое дерево волнует больше всего автора пряника, а не покупателя. Вот когда у вас уже покупатель пришел и задает вопрос, говорит, я хочу набор новогодних пряников, тут вы с ним можете побеседовать, вы можете крупным планом эти пряники показать там в карусели, а сколько пряников вы хотите в наборе, а сколько видов там фигурок вы хотите в этом наборе, и уже обсудить подробности. Так, вот, да, пожалуйста, ну тут печенье, точно так же может быть и пряник. Пожалуйста, детский завтрак, да, вот тут уже молочко, тарелочка, салфеточка, потому что дитё может там и просыпать, и пролить. Вы продаете детский завтрак, и такая мама, опаньки, точно, ведь я же могу на завтрак моему не ешке, да, заказать пряники такой-то формочек, в таких-то формочках, и ему будет прикольно, весело, это будет завтрак-еда. Напишите, пожалуйста, понятно ли, о чём я вам говорю. Я вижу ваши сердечки, просто говорю-говорю-говорю и не благодарю. Но мне очень приятно ваши видеть сердечки. Вот, пожалуйста, смотрите, показан только лишь пряничек. Ну, как это всё так вот душевно, по-весеннему показано? Понятно ли, спасибо за сердечки, о чём мы с вами говорим, и можем ли мы с вами двигаться дальше? Ваша задача, понятно, отлично, всё доступно, благодарю вас. Только у меня качество видео хромает. Девочки, а у кого ещё хромает качество видео? Из-за того, что я шевелю, да? Из-за того, что я шевелю? Напишите, пожалуйста, как у вас с видео. Так, едем дальше. Теперь, что я сделала для вас? Если вы наберёте фрауфудфото в Пинтересте, то вы найдёте меня. Так. Вы найдёте мои доски. Вот здесь вот, смотрите. Сегодня я создала для вас со скалкой, ну, я ещё туда буду докидывать, да? У меня доски всегда пополняются. Доска называется скалка. Дальше. Доска называется фоны для пряников. Это я подбирала для своих подписчиков. Пожалуйста, работайте. Дальше. Вот здесь вот пряники я подбирала. Давайте, ну, давайте дальше. У меня есть, например, шоколадный торт. У меня есть, ну, тортовница, может быть, это не совсем там интересно. У меня есть идеи для 23 февраля. У меня есть идеи в рустикальном стиле, как снимать. Дальше. Так, 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 сейчас пролистаем дальше, я соображу. Есть идеи для Дня Святого Валентина. Сейчас уже поздновато, но вот показываю, да? Есть идеи, как корпоративную съёмку провести. Дальше. Так, ну, вот, Титчерс Дэй, это, Дню Учителя делал. Вот, пожалуйста, фоны для кексов, фоны для шоколада, мусовые десерты, конфеты шоколад. То есть у меня фоны для зефира. У меня тут есть весь ассортимент, ну, на который я получала запрос от моих подписчиков. Поэтому, зайя на мою, на мою страничку, вы найдёте свой ассортимент. Пожалуйста, поработайте с ним. За качество этих фотографий я ручаюсь. И вот давайте пройдёмся по доске с пряниками, которые я вам хочу показать. Я здесь старалась подбирать и расписные пряники в том числе. Вот. Вот, потому что знаю, что у вас очень много расписных пряников. И хочу обратить ваше внимание на то, как мы показываем упаковку в кадре. Обратите внимание, как показана упаковка, опять же, на англоязычном, да, пространстве и как показана упаковка у нас. И подумайте, какая упаковка будет продавать. Вот ваша транспортная коробочка с бумагой тишью или упаковочка, допустим, когда мы показываем в каком-то ящичке коробочки, но здесь не совсем, вот, допустим, да, коробочка, когда вот тут вот есть и надпись, и крышечка у коробочки закрывается, и по цвету это всё сходит, и бумажечка не изжамканная, а только что положенная бумажечка в коробочку. Она смотрится очень аккуратненько и симпатично. Вот. То есть вот здесь вот вы можете посмотреть, вот посмотрите, как вкусно показан процесс, да. Тоже пряник, который не требует долгой росписи и удорожания. Сейчас ещё хочу остановиться на одном моменте, потом мы с вами продолжим. Очень часто, очень часто вы создаёте пряники расписные, ящик-коробочка, да, да, пряники, которые расписаны, тратите на них время, да, ну, это же всё ваши трудозатраты, значит, это же всё должно оплачиваться, вот. И получается так, что с одной стороны, там, кто-то просит дешевле, с другой стороны, вам надо каждый раз угодить человеку, да, о том, под каждый праздник вы как ошалелые бегаете и расписываете под 8 марта, под 23 февраля, там, и пошло-пошло-поехало. Вот, и фактически, фактически, вы ограничиваете своих клиентов выбором пряников к празднику, ну, к дню рождения, например, да, вот. Вот я, например, ну, у нас сын уже вырос, да, и мы с мужем живём вдвоём, и вот так вот, чтобы там, знаете, отмечать там все праздники, ну, нет, ну, мы особо никаких столов не накрываем, мы живём спокойно, да, без особых праздничных торжеств, вот, но чай мы пьём каждый день, и если бы я могла покупать набор пряничков, вот без этой безумной росписи, да, ну, в этом наборе было бы, например, там, 5-10 пряников, да, ну, они же долго хранятся, вот, и я бы покупала раз в неделю набор пряников к чаю, потому что мне вот у этого человека нравится по вкусу, он мне, допустим, там, удобно расположен, или он мне привозит домой, вот, и я бы 4 раза в месяц покупала бы коробочку пряничков для чая, вот, представляете, либо вы продаёте к каждому празднику, либо вы продаёте к каждому чаю, какой оборот у вашего, у вашего ИП будет благодаря тому, что вы сможете поставлять заказ на каждый день. Дальше, когда люди работают в офисах, в бухгалтериях, да, люди постоянно пьют чай в компании, и очень часто, что к чаю приносят что-то покупают, вот, представляете, если у вас будут покупать офисные работники, к чаю, опять же, коробочки какие-то с пряничками, и эти коробочки будут, с одной стороны, они будут дешевле, нежели заказывать у вас роспись, да, с другой стороны, да, лучше к чаю, с другой стороны, они не будут вас напрягать, вот вы скалкой накатали этих пряников, да, вырезали нужных вам формочек и подготовили в коробочку, да, и вы знаете, что у вас человек берёт к чаю, ему не надо там рисовать президента Путина, да, или Деда Мороза во всём своём облачении, то есть то, на что у вас уходит львиная доля времени, предлагаете просто пряники к чаю, а пряники к чаю, это те, которые вы делаете со скалками, да, или просто суровые, да, ну, вообще гладенькие пряники, вот, я технолог шведового производства, и у нас вот необработанное, да, полотно называется суровым, то есть вы начинаете разбавлять ленту пряничками, которые коричневенькие, давайте их назовём коричневыми пряниками, я своими пряниками без заливки могу есть каждый день, вот, и представляете, что есть такие люди, которые точно так же готовы есть ваши пряники каждый день, ну, вы им не даёте такой возможности, вы говорите, я натучилась в Америке на курсе, теперь мой каждый пряник стоит 500 рублей, да, вот, я вам тут ваш портрет лично нарисую, да, поэтому давайте заказывайте, во-первых, я свой портрет есть не хочу, да, во-вторых, я хочу здесь и сейчас, а не ждать, пока вы там 3 дня ещё этот пряник расписывать будете, я хочу сегодня к чаю купить у вас коробочку пряников, и мои студенты как-то задавали своим подписчикам вопрос, почему вы покупаете, допустим, в магазине, да, не у меня, и знаете, какие были ответы, а потому что в магазине быстро, вот, и у меня очень часто такая же проблема, я заказываю к фотосъёмке торты, капкейки, пряники, да, и я не могу их получить сегодня, мне там 3 дня надо ждать, у меня уже всё вдохновение уснуло, литератическим сном, да, а я всё сижу, жду и жду, у меня иногда бывает, мне принесли, мы его это уже съели, потому что я уже передумала фотографировать, вот, но уж если тебе хочется что-то вкусненького, то ты точно не будешь ждать до пятницы, пойдёшь в магазин и купит, согласны? Вот, так, теперь возвращаюсь обратно, это доска пряники, и я показывала здесь не только пряники, но и печенье, и какие-то идеи, которые могут быть для ваших пряников тоже пригодны, например, да, вот здесь вот, ну, то ли капучино, то ли какой-то ещё напиток, да, и вот там вот лежит кексик, если там будут лежать ваши пряники, вы опять продаёте идею чаепития, вот, вот здесь вот отличная идея присутствия, да, и здесь лежит печенье, а вы положите сюда пряники, вот здесь вот есть более сложные композиции, каким образом это организовать, да, и только здесь будут ваши прянички, но здесь может быть тоже прянички, вот, и опять же, не упирайтесь в то, что нужно показать это крупным планом, да, чтобы человек точно увидел, что здесь цветочек, и что у него есть стебелёчек, и что у него ещё шесть листочков, не надо, покажите человеку, что ты будешь пить чай и книжку читать ещё, так, я вижу, что вы пишете точно, угу, так, 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 сейчас промотаю, а у вас есть фотографии с яйцами имеете в виду, есть, вот, вы сейчас о Пасхе думаете, да, вы об этом, кто шлёт смайлики, благодарю вас, так, 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 сейчас, я читаю ваши комментарии, просматриваю, вот, так, Олесь, Елена, я свои пряники могу есть каждый день, на самом деле, я вообще, когда стала работать с кондитерами, я была в некотором удивлении, что вообще такое разнообразное предложение пряников, вот, вот, а когда я их сама попробовала испечь, я поняла, какие же они невероятные, вот, я их каждый раз, конечно, пеку по новому рецепту, который нахожу в инстаграме, вот, и каждый раз они у меня какие-то разные, я вот думаю, если бы у пряников было ещё вот так вот много вкусов, это целое искусство оказывается, целое искусство что, фотографировать? Однозначно, целое искусство, полностью с вами согласна, зайдите в мой аккаунт, посмотрите, какие у меня фотографии, вот, дети, вот, поверьте мне, если у вас есть ребёнок, сфотографируйте его, этот кадр наберёт самое большое количество лайков и реакций, потому что дети всегда вызывают ощущение, ну, вот такое ми-ми-ми ощущение, вот, поэтому пока ваши детки не выросли, пользуйтесь, пусть позируют, ну, вот такие вот, ну, это же тоже пряники, да, но если у вас здесь будут выложены пряники, которые вы сделали со скалкой, это тоже всё будет работать, поэтому не упирайтесь в то, что, ой, у меня пряник не пуговица, а вы посмотрите, о чём тут история, да, ну, понятно, что здесь пуговицы и вот верёвочка лежит, да, и если у вас это будет какая-то другая история, ну, например, у вас тут прянички и тут цветочки, да, и здесь будет лежать цветочек, всё то же самое повторяем только с цветочком, и всё будет работать, ну, вот такие идеи, да, когда вы пряники прямо напрямую соединяете с впечатлением, да, драгоценность и в коробочке, как из-под ювелирных изделий, используйте, пожалуйста, эти все идеи и начинайте, вот посмотрите, какая шикарная идея, да, смотрите, вы можете продавать пряники, да, сделать фотографию, что у вас пряники едут вот в этой вот коробке, да, и продать ещё коробку, ну, коробка-то будет дорого стоить, на зимние, к Новому году я предлагала своим подписчикам сделать мешок варежек, да, ну, то есть показать там парочку варежек обязательно, чтобы она была левая и правая, вот, и предложить, а вторую пару варежек брать будете, да, человек говорит, а зачем, ну, как, первую же потеряете, и уже просто на ха-ха продать ещё второй комплект варежек, а если сделать варежки маленькие, ну, вот как белочки, так вообще сказать, тут вот этих варежек вам на всю зиму хватит, и продать в мешок варежек, поэтому думайте, что вы можете предложить своему клиенту, да, вот тут вот, например, вот та история к чаю, которая можно предлагать, предлагать, так, ты-ты-ты-ты-ты, к 8 марта покажите что-нибудь, смотрите, девочки, вот тут опять вопрос, вы же, вы сейчас ждёте от меня, что я вам покажу ваши восьмёрки, например, да, как выложить восьмёрки, вы выложите один раз восьмёрки, и всё, и расслабьтесь, а дальше выкладывайте цветы, выкладывайте кружево, это все будет про 8 марта, вопрос в том, как вы преподнесете это, да, я уже забыла, на каком марафоне мы учились, да, как бы, а вы уже подарили, да, кружево ручной работы своей маме, да, и вот, пожалуйста, маме к чаю еще кружево ручной работы, а если еще мама когда-то вышивала или у нее когда-то были воротнички, да, кружевные, то это будет, это будет такое воспоминание, это будет такая эмоция, что мама прослезится, увидев этот пряник, не обязательно в лоб писать 8 марта на восьмерке, а вдруг кто не понял, вот это вот тоже будет про 8 марта, потому что вы напишите, а ты уже сказал маме, как ты ее любишь, да, вот, как бы ты уже подарил ей мягкие имбирные прянички к чаю, да, еще и написать, что они настолько мягкие, что любые мамины зубки с ними справятся, потому что, ну, не у всех мам, да, зубки, вот, вот здесь вот берете, да, вот эти вот два и сказать, а вот этот пряник от внучка для бабушки, все, это уже будет идея, что, ох ты, внучок бабушки, внучок скажет, бабушка, вот это я, вот это, допустим, вот это ты, ну, тут поиграете с формочками, да, это я тебе подарок подарил, а это ты мне подарок подарил, это же будет такое, такое умиление для бабушки, что вообще не важно, в какое время года вы это подарили, главное, что вы и внимание уделили, да, и еще историю такую мимимишную рассказали, так, пожалуйста, да, пряники на новоселье, опять же, не одну дверь продать, а набор дверей на выбор, ну, вот такие вот вещи, смотрите, у меня есть доска к дню всех влюбленных, там сердечки, да, это будет работа на 8 марта, я вообще поищу, мне кажется, потом, вот такие вот все вещи, это же тоже будет про 8 марта, вот, всевозможные девочковые вариации, да, пожалуйста, кофеек к утреннему завтраку, тоже же 8 марта, потому что все девочки по утрам пьют кофе, ну, все не все, да, но очень многие пьют, вот, дальше, вот в таком пряничке, да, но здесь снежинки, если у вас тут будет цветочек, это тоже будет к 8 марта, и вот у вас сразу идея, да, как прянички высыпаются, маленькие прянички, это шикарные наборы, сейчас, там где-то бутылка была, там где-то бутылка была, вот, пожалуйста, вот она, она упаковка, вот, представьте, что вы вот такие фотографии выложили, мои студенты выкладывают в красивых коробочках свои десерты, и просто продают дороже, говорят, что вот та упаковочка, которая ваша классическая, входит, допустим, в стоимость изделия, а вот эта коробочка стоит дополнительных денег, и вы знаете, сначала это была моя идея, да, а когда мне стали студенты писать, Ирина, а это работает, а это действительно получается, то выходит, что не такие уж и плохие дела у вашего клиента, который с вами бьется за каждый рубль, вы просто не предложили ему то, от чего он не сможет отказаться. Благодарю за ваши сердечки. Так, хотела где-то про маленьких показать, нет, давайте вот тогда про маленьких, я сейчас туда отмотаю на бутылку, это в чистом виде корпоративные заказы на 8 марта. Девочки, а кто есть из моих студентов? Напишите, пожалуйста, как у вас с корпоративными заказами были, как продавали, как фотографировали корпоративные заказы. Вот, да, посмотрите, прекрасная идея, и не обязательно, чтобы это были снежинки. Так, 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 бутылка, 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 мне нравится, вот та бутылка идея, сейчас я до нее домотаю. Вот, пожалуйста, корпоративный заказ, да. На 23 февраля можно было сделать надписи какие-нибудь там мужские, или там за здоровый образ жизни, или что-то еще. На 8 марта можно сделать для милых дам, допустим, да, надпись. И вот эта вот бутылка, она чем хороша? Тем, что ее реально удобно предложить отделу кадров, да, и чай в службе. И удобно привезти, удобно упаковать, и очень красивый эстетичный подарок. Обязательно подумайте, каким образом, не всегда корпоративный подарок – это один пряник. Это может быть и какой-то набор небольших пряников, то есть по расходу там, может быть, продуктов, это будет точно так же, как парочка, набор там из парочки, например, пряников. А выглядеть будет гораздо эффектнее. И, естественно, если вы будете предлагать эффектный какой-то набор, причем сразу продумайте, какая это будет упаковка, чтобы об этом не отдел кадров страдал, а чтобы вы уже предлагали, и это будет красиво. Но это будет, по крайней мере, намного эстетичнее, чем в стандартной упаковке. Вот. Вот такие вот вещи, да, когда вы сразу клиенту показываете, что вот, пожалуйста, вот тут вот на большую семью можно заказать. Вот. Пряничек с точки зрения изготовления требует минимум затрат. Но предлагаете вы уже такой вот солидненький комплект. Так. Тут, наверное, сейчас мы посмотрим там еще по пряникам. Там у меня еще есть другие пряники, фоны для пряников. Давайте еще здесь посмотрим. И, пожалуйста, пишите ваши вопросы. Я готова на них отвечать. Вот. Здесь вот фоны для пряников я подбирала именно для цветных пряников. Для того, чтобы вы, ну, не ошибались в подборе цвета. Для того, чтобы цвет всегда был, всегда перекликался с цветом пряника или с украшением, да, пряника. Вот смотрите. Давайте вот отсюда, например, да. Вот он, он, серенький фон, да, и есть что-то серенькое на пряничках. Дальше. Вот здесь вот, да, розовенький фон и есть розовенькое в пряничках. Не просто бац и взяли, да. Вот здесь вот бирюзовый фон, и он перекликается вот с этим вот цветом морской волны. Ну, это вот, вот тут вот даже какие-то эти есть. Ну, понятно, что это про Мексику, да, тут эти кактусы, мексиканские шляпки. Вот. Ну, бирюзовый вот с зеленым находится рядом, поэтому они дополняют друг друга. Вот коричневый, посмотрите, отлично смотрится на белом фоне, на голубом, на более ярко-голубом. Он смотрится хорошо на сером фоне. Я тут заодно пытаюсь найти что-нибудь из заказа. Вот. Дальше, смотрите. Вот коробка с пряниками. Предложите такую коробку с пряниками. Это ведь выглядит дорого и богато. Да, вам надо будет найти металлическую коробку или круглую, картонную. Ну, тогда вы продадите большой набор пряников. А не две штуки. Ну, по фонам тут, я думаю, вы все поймете. Вот, да, на темном фоне, естественно, коричневые смотрятся всегда очень красиво. Вот. Очень часто, когда вы собрали доску, вам потом еще предлагают... А как вы меняете этот фон? У вас несколько фотостен или это фотообработка? У меня несколько фотофонов. Ирина, обязательно ли лента должна быть в едином стиле? Лариса, если у вас фотографии рядышком, да, хотелось бы, чтобы они, ну, друг дружку поддерживали, чтобы они не были там кто в лес, кто под дрова. Но вы можете, например, 9 кадров делать в одном стиле, дальше 9 кадров в другом стиле. Особенно вот сейчас, допустим, день всех влюбленных, потом 23 февраля, потом 8 марта. Пожалуйста, каждую неделю меняйте свой стиль. Но не мешайте несколько стилей в одну кучу. Ой, нет, погодите, куда вы? Вот. Когда вы всегда долистываете... Вот, посмотрите, шикарно, да. Всегда рекомендую для фото выдергивать из вашей коробки вот эту вот пленочку, чтобы просматривались ваши изделия. И если наносите с ленточкой, да, то вот размещайте ее под прямым углом, для того, чтобы было видно, что там лежит. Вообще очень стильный кадр, да, белое на белом. Прямо красота. Что касается фотофонов, сейчас, вот смотрите, когда вы долистали доску до низа, у вас появляется «Найти другие идеи». Можно нажать на «Другие идеи». И Инстаграм, Телеграм, все собрала. Пинтерест уже понял примерно, в каком направлении вы ищете, и вы можете тут вот еще посмотреть. Опять же, вот, да, помните, что вот такое вот страшко быть не должно. Ладонь вообще редко выглядит красиво, только если вы гадаете на ладони, больше никак ее не показываете. Дальше, обязательно следите за тем, чтобы фон соответствовал тематике. Это детский набор, да, чуть ли не новорожденный. И вот вам, Натя, чуть ли не асфальт под этим фоном. Не надо такие вещи делать. Вот вам предлагает. Руки, да, беда. Смотрите, ну вот все, что он мне предлагает, мне уже не нравится. Ну, можно вот это вот, да. Смотрите, тоже вот отлично предложена розовая коробочка, да, с розовыми пряничками. Выглядит очень по-девочковому. Пожалуйста, вот вам идея для 8 марта в том числе. Так. Сейчас промотаю до низа, а то у меня там шикарно. Угу. Спасибо большое, пожалуйста. Теперь по фотофонам. Мы с вами уже час работаем, поэтому задавайте вопросы. Я, собственно говоря, рассказала все, что я вам хотела. Если вы напишите мне в директ, я вам покидаю ссылки на доске, но если не можете найти на Пинтересте меня. По фотофонам. Фотофоны вы обязаны иметь. Вот просто обязаны, да. Вы же не, когда вы решили производить свои пряники, да, вы же не приняли решение, а у меня не будет коробок, буду в мешочек это, насыпать пряников клиенту. Вот. И вы сказали, да, надо, да, нужны пряники и нужна к ним упаковка. Но вот хоть ты тресни, даже если тебе не нравится, что это нужна упаковка. Точно так же, если вы делаете фотографию, вам нужен фотофон. Вот опять, хоть тресни, но фотофон нужен. Где заказать хороший фотофон? Смотрите, я вам, вам нужно прицелиться и прицениться. Это, понимаете, что такое хороший фотофон в вашем понятии? В первую очередь фотофон должен подходить вам по цвету и по фактуре. Вот. Если у вас взрослое направление, это одни фоны. Если у вас детское мимимишное направление, это другие фоны. Если у вас торты, это одна история. Если у вас пряники, это другая история. У меня в августе прошел марафон по изготовлению фотофонов. Мы там проходили порядка 20 техник. Вот. У меня до сих пор все участники делают и переделывают эти фотофоны. То есть они покрасили, поработали, говорят, о, хочу поярче, да? Вот. Раз, погнали, поярче. Сейчас этот марафон продается в записи. Вот. Дальше. Так, сейчас, 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 сейчас там было. Так. Эх, эх, понимаю, ясно, круто. Так, отлично. Современный неоновый стиль не лежит к сердцу. Неоновый стиль уже не современный, даже не морочитесь. Вот. И как его выбрать? Смотрите. В первую очередь фотофон должен быть матовым. Если вы вдруг берете фотофон, вот этот вот, который как, как линолеум-то, виниловый, вот, вспомнила название, то в первую очередь уточните у продавца, точно ли он матовый. Вот. И если вам продавец пришлет потом блестящий, то у вас будет, вот видите, у меня сейчас блестит в очках, вот вы каждый раз будете с этими бликами барахтаться. Вот. А такие блики, извините, не красят. Вот фотографию, да, если вот сейчас вот я фотография, вот, меня они совершенно не красят. И, значит, вы обговариваете, что, дорогой производитель, ты мне наврал, давай-ка забираю, твои фоны бликуют. Вот. Именно поэтому я делаю фотофоны только сама, чтобы у меня были развязаны руки. Каким должен быть размер? Ну, тут как минимум включаем женскую логику, да. Если вы печете пряник, если вы делаете свадебный торт, размер фотофона должен быть однозначно разным. Дальше. Если вы уперто будете фотографировать пряник на фоне, да, вот фон, да, и вот на нем пряник. Ну, вот зеркальце возьму, да. Вот так вот. То вам, в принципе, как бы, достаточно будет фотофона для одного пряника и 50 на 50. А если вы там будете выстраивать композицию, если вы будете рассказывать там истории. Вот. У вас была реклама, да, с моими фотографиями с пряниками. Видели, у меня там пряники и на санках ездят, и на ветках висят, да, и на качелях качаются. Если вы будете рассказывать такие истории, то я работаю с фотофонами 75 на 75 и больше. Вот такие размеры. Если у вас свадебные торты, то этот торт плюс 50 сантиметров по высоте должно быть. Вот. И в ширину три торта должно быть. Пока вы совсем прямо мучаетесь, страдаете, вообще не знаете, как быть с фотофонами, не знаете, какие вам цвета нужны, купите ватман, фотографируйте на ватмане. Ну, просто продумайте, чтобы у вас пряники жирные следы там не оставляли. А ватман можно купить любого цвета сейчас. Ну, по крайней мере, в больших городах есть магазин Леонардо, есть магазины для художников. Там продаются цветные ватманы. Пока работайте с ними. Очень полезная информация. Спасибо, пожалуйста. Ну, ясно, конечно. Отлично. Ха-ха. Что ха-ха, не знаю. Так, 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 так. Какой универсальный для пряников? Нет универсального для пряников, потому что вы пряники делаете не универсальные. У вас там то розы, то мимозы, то трусы с носками. Ну, поэтому и фон должен быть как-нибудь, да, вот в тему подписан. Вот я вам сказала, что фон, да, должен перекликаться хотя бы с каким-то элементом на пряники. Вот. Если у вас, допустим, пряник, допустим, там красно-белый, да, и вы его уложили на желтый фон, можно сыграть красный с желтым, да, но если они оба яркие, оба насыщенные, да, вот, если у вас один бледный, матовый, другой блестящий и сочный, да, то это уже не та история. Если вы, допустим, совместите красный с лимонным, то тоже будет дичь полная. Поэтому вам очень важно понять, какие у вас цвета, хотя бы самые частые, да, и подбирать фон. С самого нуля, вот вы скажете, ну, ты больная, что ли, там у меня тысяча пряников и тысяча цветов, да, тогда вам нужен белый, темно-серый и средне-серый. Это фоны универсальные. Но опять же понимать, что если вы хотите что-то ми-ми-ми, да, там какие-нибудь новорожденные ползуночки фотографировать, то они выглядеть на этих фонах будут, ну, достаточно строго. Под ми-ми-ми хочется уже какого-нибудь розовенького, например, если это девочка, да, голубенького, если это мальчик. Так, дальше я читаю. Понятно, отлично. Так. Кто-то, как давно вы в этой сфере? Шесть лет. Фактура дерева подходит к пряникам. Чаще нет, чем да. К коричневым подходит. Вот, по дереву смотрите на то, чтобы ширина доски не спорила с размером пряника и не была больше пряника, потому что, ну, стандартная доска, если вот я покупаю доски в Леруа, да, то там 12 сантиметров, да, самая узкая доска, вагонка, по-моему, и 20 сантиметров – это уже половая доска. Вот. Если вы пряничек 7 на 7 кладете на доску 12 сантиметров, то уже получается грубо. Эта доска уже начинает забивать ваш пряник. Поэтому с досками очень аккуратно. А если вы покупаете еще виниловые доски, то это вообще получается беда полная, потому что доски виниловые, видно, что это не доски. По поводу фотофона. У меня есть на Пинтересте доска фотофоны для пряников. Заходим туда и прямо анализируем, сколько цветов, сколько фонов, а потом берем свои заказы за последние полгода, да, что у вас заказывали, и тоже анализируем, сколько у вас цветов и сколько примерно фонов вам надо. Обои нельзя. Если они у вас не гладкие, то нельзя. Вот смотрите, да, всегда задаю вопрос. Представьте, что вы решили купить шубу. Ну, точнее, вы их 5 лет хотели, и, наконец, муж вам выдал 200 тысяч, и вы пошли за своей любимой норковой шубой. За своей мечтой, да. Вот. И вы видите, ну, сейчас ковид, сейчас, понятно, там еще фиг в магазин ходишь, ну, вот вы заходите в интернет, да, и вы видите, что одна шуба надета на манекенщицу, которая идет по подиуму, да, на нее светят софиты. Она на высоких каблуках, да, вот, у нее красивая дорогая сумочка, да, и вы такая, говорите, все, беру, да. А другая шуба висит на фоне обоев, да, и под ней тоже 200 тысяч. Вы говорите, ну, это же Авито, это же БУ, хотя шубы обе одинаковые. Вернее, так, эта шуба вот сфотографирована, это одна и та же шуба. Одна на подиуме, да, другая на обоях. Какую шубу возьмете? За какую 200 отдадите? К какой шубе у вас будет больше доверия, что она стоит 200 тысяч? Ирина, спасибо большое, очень много пользы. Благодарю вас, Лариса. Так, да что ж такое-то у меня, ой, никак не могу промотать. Спасибо за информацию, очень полезно отречь. Это каждый раз новый фон надо. Ирина, продумайте, пожалуйста, вот смотрите, проанализируйте свой ассортимент, посмотрите, что у вас есть. Допустим, у вас может быть три группы, да, пряники детские, да, пряники, допустим, там, для мужчин, вот, пряники для женщин, вот. Ну, для мужчин с чистой совестью вы можете, допустим, сориентироваться. И серый фон подойдет, и синий фон подойдет, да, вот. Для детей, естественно, хочется фоны какие-то яркие, потому что это дети, вот. Проанализируйте свой ассортимент, посмотрите в Пинтересте, что предлагают, поищите там самые повторяющиеся фоны, опять же, только набирайте на английском языке запрос, вот, и распишите для себя, ну, допустим, вот, ну, предположим, да, вот у вас, ну, такое разнообразие, вам нужно 10 фонов, да, но первый, второй, третий встречаются в 50% фотографий, которые я для себя отобрала. Значит, сначала обзаведитесь первым, вторым, третьим, и потом потихонечку, по нарастанию будете добавлять остальные фоны, вот. Если вы фон делаете сами, например, пришли ко мне на марафон, ну, вернее, взяли марафон, да, и делаете сами, то у вас доска с двух сторон, у вас уже два фона, да, на одном, на одной доске. Нейтральный серый хорош, но если все ваши пряники будут на нейтральном сере, то это, серым, то это будет тоска, тоскливая в вашем аккаунте. Вот, серый быть, обязан, вот, но ленту можно разнообразить за счет фона, за счет стиля, вот, и за счет очень резкого отличия вашего продукта. Вот как я вам говорила, если вы в свои расписные пряники начнете вставлять вот эти коричневые, это начнет разбивать немножечко вашу расписную ленту. Если у вас только расписная лента, то это выглядит как те самые обои, когда вот у вас сверху донизу, да, там деревья, 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 да, и человек уже не хочет. Ну, мы же уже ленивые, мы не хотим 500 фоток посмотреть, чтобы стало хорошо, да, мы начинаем отсеивать по отзывам, там, по срокам, почему-нибудь еще. Не буду я 500 фоток просматривать про пряники, я вообще могу позвонить и сказать, можно мне розовый пряник? Все, я говорю, дальше все, 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 на ваше усмотрение. Или, когда я прихожу в парикмахерскую, да, и мой стилист мне говорит, как будем стричь? Я говорю, красиво. Я говорю, я тебе плачу за то, чтобы ты меня стригла красиво. Все, больше меня не доставай. Там, мыть ли голову, сушить ли голову, вот я отсюда должна выйти красоткой. Так, присоединяйтесь. Добрый день. Вот Олины сладости. Оля, это моя любимая студентка-пряничница. Зайдите к Оле в аккаунт, посмотрите, как она фотографирует. Но Оля мастер по историям. Оля шикарная, рассказывает истории в аккаунт, своими фотографиями. Это просто что-то с чем-то. И я, когда показываю результаты студентов своего курса, Олю я показываю всегда. Так что зайдите. Олины сладости. Ой, что-то куда-то улетело. Ну, е-мое. Почему-то он мне больше не дает помотать. Вот, я тоже такой же человек. Вот, видите? А, и еще такой момент. Мы недавно с моими подписчиками... Да что ж такое-то? Мне почему-то больше никуда не мотаются. Недавно с моими подписчиками определяли наш уровень развития по спиральной динамике. Вот. И мы определили, что я и подписчики, да, находимся на одном уровне эмоциональных ценностей и жизненных ценностей. То есть, если вы не будете рассматривать 500 фотографий, то ваш клиент, скорее всего, тоже не будет рассматривать 500 фотографий. Потому что подобное притягивается к подобному. Вот. И ваши клиенты очень сильно похожи на вас. Ставьте всегда себя на сторону клиента. Берите только другой товар. Берите, например, туфли. Да? И вот вы говорите, вот я захожу в магазин с туфлями. Да? Для меня очень важно, да, купить обувь. Да? Она важна. Точно так же важно купить пряник к празднику, чтобы поздравить коллег, да, родных и так далее. Вот. Сколько я фотографий готова просмотреть? Сколько я времени готова на это потратить? Вот. И как только вы понимаете, что 5 минут смотрели, дальше начали фильтрами пользоваться, значит, все. Значит, ваш клиент тоже смотрит 5 минут. Только у него нет возможности фильтры включить в вашем аккаунте. Да, Ирина, наши клиенты, это очень большое наше отражение. Да. Вы знаете, у меня почему-то всегда под конец эфира начинают пропадать комментарии. Так, подключаемся. О, мама верка. Так, сейчас я посмотрю, сколько у нас там по времени. Мы с вами уже час 13 сидим. У меня почему-то начали отключаться комментарии. Дружочки мои, пирожочки, я вас приглашаю в свой аккаунт, вот здесь вот его название. Я вас приглашаю на вебинар по ошибкам в фотографиях у кондитеров, который будет 1 числа. Буду рада еще в течение 5 минут отвечать на ваши вопросы. Пишите. Или я с вами прощаюсь. Я клиенты. Так, мне теперь надо быстро читать, а то пролетает. Так. У меня теперь отражается только один комментарий. Что случилось с Инстаграмом? Он весь эфир закрывает мое лицо, да, этими комментариями, а под конец показывает только один. И я никак не могу понять, что происходит. Так. Жду ваши вопросы. Эфир сохранится? Конечно, сохранится. Куда он от меня денется? Если не умеете работать с Пинтерестом, пишите мне в Директ, чтобы я вам прислала свои ссылки на доски. Хорошо? И жду вас обязательно на вебинаре по ошибкам фотографий, потому что, ну, судя по вашим ответам, многие фотографии прямо сильно не алло. Вот. Приходите. Будем начинать отслеживать ошибки в своих фотографиях. По первым, самым, вот самым-самым частым ошибкам, самым вообще вот таким бестолковым ошибкам у меня последний эфир в ленте. Посмотрите его. Вот. Откроете для себя очень много интересного. Пожалуйста, за эфир. Ну что? Все тогда. Туфли мужские есть. У меня все хорошо видно. Спасибо большое. Отлично. Значит, мы с вами прощаемся. Жду вас в гости. Желаю вам отличных продаж теперь уже на 8 марта. К 8 марта обязательно соорудим какой-нибудь эфир. Вот. 1 числа жду вас на вебинар. Не поняла, как найти вас. Наберите фрау фуд фото. Благодарю вас. Было очень интересно. Отлично. Я рада. А напишите, пожалуйста, у кого есть скалки фигурные? Кто может внедрять полученные знания уже завтра? А, и еще напишите, пожалуйста, продаете наборы к чаю? Просто напишите наборы, да, или скалки. Если у вас есть скалки фигурные, то пишите скалки. А если использовать всегда один и тот же фон, а к каждому празднику добавляй тематический. Скучно, лента сольется вся. Это будут как обои. Поэтому фоны рекомендую все-таки чередовать. Вот. Жду слова скалки, если у вас есть скалка фигурная. И все, я забыла, какой был второй вопрос. Ну все, склероз. Так, выключился мой айпад. Ну ладно. Скалки есть. Ага. А, да, и кто продает наборы? Напишите, пожалуйста, наборы. Скалка есть, но не продаю. У меня есть скалка. Белый фон универсальный. Но если вы на нем будете фотографировать что-то темное, вы про наборы интересная идея. Спасибо, наборы нет. Нету, но очень хочу скалку. Но если вы на нем будете фотографировать что-то темное, вы просто не справитесь в фотографии. Поэтому не рекомендую, допустим, черное фотографировать на белом. Скалки есть, наборы. Вам идея понравилась, я очень рада. Если вы примените эту идею, и у вас этот ассортимент зайдет, напишите, пожалуйста, мне будет приятно ваша обратная связь. И я пойму, что моя маркетинговая мысль работает хорошо. Улетел, что-то чуть ли не про пластырь был, вопрос какой-то, не знаю. Улетел, не успела прочитать. Так. Если вдруг я не ответила на ваш вопрос, напишите мне в директ, я в сторис отвечу на ваш вопрос. Ну что, все тогда. Мы с вами завершаемся. У нас за последние пять минут подключилось очень много народу. Меня зовут Ирина Петрова, я фуд-фотограф, обучаю кондитеров фотографии. Этот эфир будет в записи, обязательно посмотрите. Рассказала много чего полезного. Вот. И посмотрите фотографии на Пинтересте, и приходите ко мне на эфир по ошибкам фотографий. Фотографии у кондитеров 1 марта на вебинар. Благодарю за ваши сердечки. Все, пошла, завершаюсь. Все, пошла, завершаюсь.